В рейтинге Всемирного банка государственного регулирования в области энергоэффективности Казахстан занимает 32 место. Теперь в правительстве Казахстана намерены добиваться от компании Самрук Казна снижение энергопотребления. Экономно расходуя энергию мы не только сохраняем запасы угля и нефти для будущих поколений, но и бережем саму возможность жизни на земном шаре. Эта зависимость известна всем. Больше производится энергии, больше парниковых газов попадет в атмосферу. Результат – необратимое изменение климата. Рациональное использование энергии, помимо морального удовлетворения, дает нам бонусы вполне материальные. Внедрение эффективных элементов управления освещением сокращает расходы на электроэнергию. Более того, щадящее использование оборудования продлевает срок его работы, так что вы избежите трат на ремонт или замену приборов, вышедших из строя. Но, как выяснилось сегодня, крупные компании не экономят. Глава государства несколько раз говорил о необходимости снижения энергоемкости страны. При этом до настоящего времени Министерством по инвестициям и развитию не выработаны алгоритмы снижения энергопотребления на каждую единицу продукции. Имеются только общие данные по снижению энергоемкости отраслей промышленности в целом. Если посмотреть реестр энергетики, то 61% потребителей – это юрлица, а 37% – это квази-госсектор, и это большой объем. Поэтому компании, которые находятся в самом руках Азна, должны наладить работу по повышению энергоэффективности. Если провести аналогию с далеким прошлым, нынешняя систематизация данных по государственному энергетическому реестру по масштабу охвата сродни электрификации всей страны. В настоящее время очень важно понимать, что применяя современные технологии в области строительства и утепления, мы не только будем сберегать свои государственные природные ресурсы, но и значительно улучшим экологический климат, который сейчас далеко не на высоте. Но почему-то эту задачу не до конца понимает в Акиматах, заметил премьер. Отделы энергосбережения к настоящему моменту созданы только в двух Акиматах из 17 регионов страны. Отдел энергосбережения есть только в Кустанайской и Павлодарской областях. В регионах работы нет, контролировать это некому. Сегодня практически во всех промышленно развитых государствах мира интенсивно решаются вопросы энергосбережения. За 25-летний период странам, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития, только за счет осуществления целенаправленной энергосберегающей политики, включающей в себя комплекс организационных мер, удалось снизить показатели энергоемкости ВВП почти на 28%. Ведь по установившимся оценкам мирового опыта, одна денежная единица, вложенная в энергосбережение, соответствует по эффективности пяти единицам, вложенных в добычу энергоресурсов. Бауржанша Ахмед, Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Из казахстанских аптек в срочном порядке изымают партии препаратов от повышенного давления. Причиной стало то, что специалисты подозревают в лекарстве наличия опасных канцерогенов, которые, как оказалось, вызывают рак. Препарат «Вазар-Аш» Хатерара Имбекова принимала больше двух месяцев. Его 57-летние жительницы Шумгента назначили от высокого давления. Правда, действие таблеток оказалось прямо противоположным. После того, как появилась новость о том, что препарат может вызвать рак, и его запретили в Казахстане, Хатерара Апай поспешила на прием к лечащему врачу. После этого препарата у меня давление было 160-180. Потом участковый врач мне сказал, что верните вот эту таблетку «Вазар-Аш». Я вот вернула участковому терапевту. Теперь пришла в кардиологу. Кардиолог мне назначил другой препарат. Препараты «Вазар», «Вазар-Аш» и «Нартиван» пациентам начали заменять еще летом. Информация о том, что некоторые лекарства, содержащие волсартан, могут спровоцировать злокачественные опухоли, появилась в августе этого года. О проблемах сообщил сам производитель из Китая. В Казахстанском центре экспертизы лекарственных средств информацию подтвердили только сейчас. Произведены из активной субстанции, поставляемой из Китайской Народной Республики и содержали примеси нитрозодиметиламина, которые относятся к канцерогенным препаратам, то есть могут вызывать онкологические заболевания. Всем, кто принимал некачественные препараты, советуют обратиться к лечащему врачу-терапевту, ну а опасные таблетки сдать обратно в аптеку. У нас есть приказ вернуть препарат «Вазар» на склады и не отпускать его пациентам. Нам десятки человек уже вернули это лекарство. Кто-то по три пачки приносил, другие по пять-десять таблеток. Мы будем принимать это лекарство до последней таблетки. Препарата «Нартиван» у нас не было. Препараты «Вазар», «Вазар-Аш» и «Нартиван» пользовались большим спросом у гипертоников. В Шемгенте с этим заболеванием на учете стоят порядка 70 тысяч пациентов. Опасные пилюли принимали несколько тысяч из них. Специалисты отмечают, что пока жалоб на плохое самочувствие у пациентов не было. Тем пациентам, которые принимали данный препарат, у нас жалоб никаких со стороны пациента за период назначения этого препарата. У нас такого случая, чтобы был, возможно, канцерогенный эффект, мы у себя не отмечали. Правда, шумкенцы другого мнения. Об опасных препаратах горожане знают из сводок новостей. Некоторые даже сталкивались с негативными последствиями их приема. По новостям только. А до этого не слышала, не назначали медики. Я не принимала, но у меня знакомая принимала, подруга. Ужасно она. Она после этого пролечилась полгода. В течение двух месяцев она пила лекарства специально, чтобы снять вот эти симптомы после этого лекарства. Нет, не принимала. В интернете была статья и название. Там три препарата. Доктора уверяют, что если препарат принимали недлительно и в небольших количествах, то опасаться не стоит. Всем же остальным специалисты советуют пройти обследование на рак. Правда, специального скрининга для тех, кто получал эти препараты, не предвидится. Людям придется обследоваться за свой счет. Анастасия Новикова, Нургалик Ушаналиев, Камила Сайфулина, информационные службы телекомпании Отрар. Октябрьские родители встревожены сообщениями в соцсетях. Там говорится, что под видом конфет детям возле школ предлагают наркотики. В свою очередь полиция предупреждает, что прежде чем делиться очередной псевдосенсацией, стоит подумать о возможной ответственности. На днях родительские и учительские чаты заполонили сообщениями, что злоумышленники раздают детям под видом конфеты, жвачек, наркотики. Что надо быть аккуратнее, осторожнее, мол, берегите детей. Мамочки друг другу начали панически рассылать эту информацию. Детям раздают жвачки, угощают конфетками. И не только мальчиков, особенности мальчиков чаще, но и девочки тоже, угощают конфетками, жвачками, просят передать. Говорят, на, подержи, сейчас к тебе подойдет кто-то, ты передай. И в них находится дешевый синтетический китайский наркотик. У нас сегодня в нашей школе нашли целый пакет вот с этим наркотиком. Пугающие сообщения услышали и учителя, и ученики школы-гимназии номер 9. Более того, педагоги стали принимать меры и проводить с учениками среднего и старшего звена беседы. В общем, страшилку раздуть удалось чуть ли не до киношного сценария. Появилось даже фотоподтверждение. Раздача наркотиков происходит якобы у 23-й Оксюбинской школы. В итоге тысячи репостов и комментариев. Недавно у нас прошли собрания родительские, мы тоже об этом поговорили, эту тему поднимали. Тем более говорят, что случилось это недавно якобы на территории 9-й школы. И эту тему мы тоже обсудили, поговорили, с детьми беседы проводили и проводим, чтобы не подходили к чужим людям, не брали никакие предметы и так далее. То есть родители обовещены, и мы приняли эту информацию во внимание. Но сами-то верите, что такая вообще ситуация может возникнуть? Трудно сказать. Вообще, как говорят, нет дыма без огня. Да, возможно, где-то и есть, возможно, кто-то не так что-то понял. Но все равно нужно быть на чеку, потому что в такое время мало ли что может произойти. Помимо педагогов, как говорится, на всякий случай профилактическую беседу дома провели и родители некоторых учеников. Ведь именно они в первую очередь попали в группу риска. Не секрет, сейчас многие школьники владеют смартфонами. Мама получила сообщение в классной группе пятых классов о том, что в 23 школе начали распространять и предлагать данные наркотики. На территории нашей школы я об этом не слышала и думаю, что у нас нет такого, никто и не предлагал. Потом сказали, что именно распространяется среди среднего звена, но среди старшего нет. Мне именно в этот момент мама сказала, что даже несмотря на то, что в каком бы классе не были, не принимайте ни у кого никакие конфеты, подарки, ничего не берите, потому что мы действительно не знаем, чем это обернется. О том, что у подобных фейков в интернете сотни известных сотрудникам ДВД. С их слов несознательных граждане изощряются на все лады. Леденящие кровь истории по зараженным спидам, иглы приклеенные к скамейкам и даже это с наркотиками. В ДВД говорят, что такие аудиосообщения, как правило, пустышки и, по большому счету, безобидны. Мол, испугались и забыли. Однако на этот раз руководство 23-й школы написало в ДВД заявление о том, что учебное заведение не имеет никакого отношения к сообщению и просит разобраться полицейских с ложным аудио- и фотосообщением. Полиции же призвали взрослых соблюдать так называемую информационную гигиену, прежде чем делиться очередной псевдосенсацией, стоит подумать о возможной ответственности. Информация о якобы распространении конфет с наркотическим содержанием является ложной. Также предупреждает жителей города Ахтюбе, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность действующим законодательствам. Лиза Сакива, Сергей Калашников. Программа «Факт». В Караганде наградили лучших фермеров региона. Руководители и работники крестьянских хозяйств получили нагрудные знаки и почетные грамоты главы региона и Министерства сельского хозяйства. Четверть населения Карагандинской области трудится на селе. Торжественное мероприятие по случаю Дня работников сельского хозяйства состоялось накануне в здании театра имени Станиславского. Здесь организовали выставку товаров, производимых сельхозформированиями региона. Ознакомиться можно было с применяемой технологией и, конечно же, с показателями того или иного крестьянского хозяйства. Лучших фермеров региона наградил Аким области в честь Дня работника сельского хозяйства. Торжественное мероприятие было насыщено поздравительными спичами и концертными выступлениями. Медали Янбек Артагеры получили механизаторы из Нуринского и Осакаровского районов. Нагрудные знаки – руководители крестьянских хозяйств, ветераны отрасли и работники сельскохозяйственной сферы. Также отличившихся поощрили почетными грамотами Акима Карагандинской области и Министерства сельского хозяйства. Для всех этот праздник связан с нашей щедрой родной землей, с урожаем, с достатком. Но для меня лично этот праздник связан с людьми, которые трудятся на земле днем и ночью, в любое время года, чтобы прокормить не только свои семьи, но и свой регион, и свою страну. Раньше как было, урожая нет, но есть одна причина – плохая погода. Сегодня уже это не оправдание. Современная ферма, несмотря на эти трудности, благодаря высоким технологиям и государственной поддержке, может собирать достойный урожай. Выбирали лидера цифровизации в агропромышленном комплексе, предприятие, добившееся самого высокого урожая картофеля, самого молодого предпринимателя в сельскохозяйственной отрасли и не только. В общем, семь различных номинаций. Победители отмечали специальными статуэтками и грамотами. Сейчас развитию сферы сельского хозяйства уделяют особое внимание. Только в этом году на субсидирование и микрокредитование было выделено более 19 миллиардов тенге. Ведется также работа по улучшению инфраструктуры на селе и ремонту и прокладке инженерных сетей. К тому же главой государства определена цель не просто накормить страну, но и обеспечить конкуренцию казахстанских товаров на мировом рынке. Сегодня сфера сельского хозяйства становится все более технологичной. При помощи современных разработок повышается урожайность, снижается себестоимость и увеличиваются объемы производимой продукции. Антон Александров, Ержан Алипов, Николай Шевелев, Пятый канал. Теперь каждый ребенок Петропавловска сможет найти себе занятие по душе и реализовать свои таланты. Ознакомительные туры, мастер-классы и концертная программа – это далеко не все мероприятия, которые прошли в рамках неоткрытых дверей в недавно построенном дворце школьников «Диджитал Урпа». Мы как раз ищем юных изобретателей и увлеченных наукой ребят. Значит, вы поможете нам? Конечно! Мы приглашаем вас во дворец школьников, где создана уникальная образовательная среда. Четырехэтажное здание разделили по блокам, где расположились кинотеатр, каворкинг-центр, студия звукозаписи, различные лаборатории программирования и многое другое. Всего же во дворце школьников обустроили около ста кабинетов разного направления. С открытием новейшего центра поздравил всех присутствующих Аким региона Кумар Аксакалов. Он отметил, что дворец – хороший подарок для североказахстанцев от президента страны. Здесь есть самые современные лаборатории по робототехнике, мехатронике, 3D-прототипирование, биология, химия и так далее, и так далее. Все, что угодно. Также Кумар Аксакалов посетил кабинеты дворца школьников. Это комната гидропоники. Здесь могут выращивать растения без почвы круглый год. Весь процесс, как отмечают преподаватели, экологически чистый. Изначально в четырех специальных бочках разводят рыб. Они производят биоотходы. Зеленые насаждения, в свою очередь, получают из этой воды необходимые питательные вещества. Вот вермикулитный субстрат. Через эти трубочки поступает вода от рыб теляпии. А вот такие камушки – это и является берлит, вулканическая порода, что является опорой для корневой системы растений. Выгодно это тем, что мы можем урожай получать несколько раз в год. Если это зеленые травянистые растения, как базилик, листья салата, рукола, то мы можем получать урожай пять раз в год. Это кабинет живых рисунков. Картинка буквально оживает на глазах. Все просто и понятно даже самым маленьким посетителям. Для того, чтобы изображение появилось на экране, нужно всего лишь выбрать нужную расцветку, отсканировать свою картинку, затем она появится на экране. Кабинет интерактивных развлечений рассчитан на развитие детей от трех до десяти лет. Сегодняшняя тема – морское дно. Все рыбки и водоросли живые. С ними можно играть, а маленьких обитателей даже покормить. Такая программа развивает творческие способности и позволяет узнавать окружающий мир. Смотрите, я нарисовала очень яркую и разноцветную рыбку. Сейчас я ее хочу отсканировать на большом экране. Здесь первый раз, мне очень нравится. Буду сюда ходить почаще, развлекаться. Работать во дворце школьников будет 87 кружков разного направления. Здесь одновременно смогут раскрыть свои таланты и получить знания 1800 детей. 45-летний юбилей отметил Карагандинский театр музыкальной комедии. Поздравить коллег с праздником приехали бывшие артисты театра из разных стран. Виталий Леонидович Матросов приехал в Караганду из Москвы. В период с 1991 по 1996 годы в Карагандинском театре музыкальной комедии он занимал сразу несколько должностей – и художественного руководителя, и директора, и главного режиссера. Благодаря ему зрители увидели такие постановки, как рок-опера «Юнона и Авось» и оперета «Граф Люксембург». Я очень рад, что руководство города пошло на эксперимент. Мы открыли в училище балетный актерский класс, и до сих пор он работает. И труппы театра, которые я видел вчера на репетиции и позавчера, она очень серьезно омолодилась. И ученики, мои ученики, ученики наших артистов уже выходят в главных партиях и поют. Праздництво юбилея разделили с действующими работниками театра и те, кто работал в нем многие годы. Елена Васильевна Кулакова последний раз была в Караганде 15 лет назад. В театре она служила главным хормейстером – с 1979 по 1995 годы. Когда я приехала, я увидела, что вот такое много талантливых людей, интересных личностей. И, вы знаете, тогда Карагандинская оперета, она славилась по всему Союзу. Галоконцерт по случаю юбилея театра посетил Аким Карагандинской области Ярлан Кушанов. Он наградил почетными грамотами лучших работников театра, а также пообещал содействие в приобретении автобуса для гастролей. Театр музыкальной комедии, он стал культурным брендом нашей области. Мы гордимся нашим театрам. И в этом, в первую очередь, я хочу сказать, заслуга наших беденов. Сегодня они среди нас. Надо хлеб, поднять глаза, вниз обжидеть. Ну-ка, пожалуйста. Стоит отметить, что театр музыкальной комедии открыл свой первый театральный сезон 16 ноября 1973 года опереттой Максима Дунаевского «Вольный ветер». Номерами из этого произведения и был открыт галоконцерт. В течение 45 лет театр реализует многие проекты в постановке спектакля и концертных программ, оставаясь преданным жанру оперетты. Мир театральный настолько открылся, и он вбирает в себя все новые инновации. И, естественно, мы остаемся приверженными замечательных композиторов, таких как Аффинбах, Лигар, Имре Кальман. И я думаю, что это те произведения, которые пользуются всегда большим спросом у нашего населения. Тем более оперетты – это такой достаточно жизнерадостный жанр. Он дает уверенность в завтрашнем дне. То есть всегда финальный спектакль заканчивается веселым хиппи-эндом. То есть для людей это очень хорошая такая эмоциональная подпитка, для того, чтобы люди себя чувствовали веселыми, счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Сегодня в состав труппы входит более 150 артистов, хотя весь коллектив театра – это почти 300 человек. Профессиональные актеры, солисты, балетная группа, оркестр. В 2000 году театру присвоено звание «Академический». Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова